Вот, у нас был ураганный ветер, повалило деревья, свалило дорогу. Говоря, вообще поломалось, не выигрывало, а поломалось. Наверное, природа еще раз решила показать нам, что все наши рассуждения, вопросы, есть ли глобальное потепление, нет ли глобальное потепление, ученые практически большая часть отвечают на этот вопрос, что оно идет. Камера не передает, но, короче, это смерч. Машины встали, вон, чтобы не сдуло их, вон, витрина какой. Эти кадры уже назвали Алтайским Армагеддоном. Ураган, который накрыл сразу несколько районов, края всего за пару минут, повалил деревья, разрушил крыши домов. Тольменский район за пять часов на пульт единой диспетчерской службы поступает 186 звонков. В Первомайском и Косихинском районах сильнейший град. Бейск в эпицентре пыльной бури. Вот то, что у нас последние больше десяти лет становилось все теплее и теплее, и все-таки не наблюдалось вот таких пыльных бурь, которые были в 50-60-е годы, когда произошла массовая распашка целины в Казахстане, у нас на Алтае, а потом был предпринят комплекс мер по созданию лесополос. Вот мы отвыкли от этого явления. И наблюдаемое вот сейчас, оно просто еще раз подтверждает, что это, конечно, не одна пыльная буря на планете, в нашей Евразии. Это вот локальные такие явления. А это уже видео из Астрахани. В начале недели город тоже накрыло песчаной бурей, правда уже совсем другого масштаба. Облако пыли, которое напоминает кадры фильма «Катастрофы», в тот день также накрыло Калмыкию и Дагестан. Потепление наибольшее проявляется в Арктике, а мы как раз открыты арктическому бассейну и на территории России, поскольку это самая большая по площади страна. Поэтому, конечно, это процессы, связанные с глобальным потеплением. Теперь каждый может проверить, есть или нет. Это открытые данные на сайте Москвы Гидромета, где он может зарегистрироваться, зайти и скачать данные по Тальменке, по Кошагачу и посмотреть, построить вот этот график температуры и увидеть, как растет эта годовая температура, температура лета и так далее. И с этим придется что-то делать, потому что пыльные бури мы еще явно увидим этим летом на территории края. Кстати, в начале этого года Владимир Путин поручил правительству разработать федеральную программу по экологическому развитию России на 2021-2030 годы. Так какие именно меры будут приниматься с субъектами в решении проблем глобального климата, мы узнаем уже в конце июня. Ирина Корчагина, Илья Клементьев, День с толком.